Акция «Дети дождя» стартовала в нашем городе в четверг вечером, во Всемирный день информирования об аутизме. Апицентом мероприятий по праву можно считать выставку под названием «Другие берега». Это настоящие шедевры от ребят-аутистов. Каждая работа здесь, прежде всего, работа над собой. Еще один шаг навстречу обществу. Рисовали животных, природу, героев мультфильмов, ну и, конечно, мам и пап. Мы не показывали, не пускали родителей на занятия. Ребята творили без них, только с художницами. И для родителей сегодня был сюрпризный такой момент, когда они все увидели впервые. Трудились вместе с ребятами на протяжении нескольких месяцев две ивановские художницы – Ксения и Дарья. Опыт для девушек колоссальный. Ведь каждый из ребят оказался так же чист, как лист бумаги, еще не тронутый красками. Вспоминает знакомство Коли Марычева с гуашью. Для него это был первый опыт. То есть, засунув пальцы все глубже и глубже в банку. Вот, потом такими разноцветными пальцами начал так водить по люсту. И только убирай, значит, люсты и смотри, что получилось. Первый опыт Коли оказался удачным. Картину так и назвали – пальцы. И стоит признать, что эти пальцы, как и их обладатели, казались творческими и талантливыми. Нет, он вообще-то у нас брезгливый. Он никогда у нас не рисовал, вообще рисовать он не любит. Но чтобы он руками взял краски, для меня лично это открытие. Я так удивлена, что у него еще и получились такие прекрасные картины. Первый день акции «Дети дождя» закончился у медицинской академии. Учреждение в знак солидарности поддержки людей с аутизмом засветило синими огнями. А сами ребята выпустили в небо синие шары. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.